Привет, на связи Борис Соколов, сайт visasam.ru И давайте в этом видео я расскажу о правилах въезда в Индию Очень классная новость Индия открылась 15 ноября Граница для туристов из России Можно прилетать как чартерными, так и регулярными рейсами То есть вы можете полететь в Дели, в Гуа, в Мумбаи Оформив электронную туристическую визу Это очень важный момент Правила въезда очень часто меняются В правом верхнем углу этого видео будет ссылочка на правила въезда Также все актуальные ссылки о правилах въезда Оформление электронной визы Потому что она выдается сейчас только на 30 дней Бизнес визы, которая выдается на один год И дает возможность поехать в Индию на 6 месяцев Будет под этим видео А также обязательно подпишитесь на наш канал Поставьте лайк, потому что здесь я даю самую последнюю информацию А YouTube, к сожалению, в старом видео не дает мне изменить правила въезда Вот если они изменятся через неделю Я уже не смогу в это видео вставить кусочек Вырезать и кусочек в него вставить с новым правилом въезда Но на сегодняшний день они такие Можно поехать по электронной туристической визе Визу пока можно оформить туристическую только на 30 дней Те визы, которые действовали ранее Виза на 1 год, виза на 5 лет Вот у меня у самого сейчас мультивиза 5-летняя Они просто временно заморожены И по ним поехать нельзя То есть я по своей визе на 5 лет по туристической поехать не могу И сейчас, чтобы мне поехать в Индию, я буду оформлять Можно оформить бизнес-визу Срок действия бизнес-виза 1 год Она дает возможность находиться в Индии непрерывно В течение 6 месяцев Подробно про бизнес-визу мы оформляем как туристические, так и бизнес-визы под ключ А также, помимо этого, нужно еще оформить для въезда в Индию Эйр-су-видха, то есть это декларация о здоровье Все эти документы мы делаем Обращайтесь, специалист работает только на оформлении документов Потому что оформляет электронные визы, анкеты здоровья в разные страны Контакты будут под этим видео Итак, можно поехать по туристической визе на 30 дней Либо оформить бизнес-визу и непрерывно находиться в Индии 6 месяцев в течение 1 года Либо 6 месяцев, например, по 2 месяца, 2 Приехали домой, еще 2 Приехали домой, еще 2 То есть это подходит для зимовщиков Какие еще правила въезда? Для въезда в Индию нужно заполнить декларацию о здоровье Эйр-су-видха Ну, так же, как и во многие другие страны Вы заполняете декларацию Туда нужно внести данные ПЦР-теста Обязательно нужен отрицательный ПЦР-тест Так же, привитый российской вакциной спутник ВИ Российские граждане Российская вакцина спутник ВИ признается в Индии Так же, как и иностранные вакцины, одобренные ВОЗ Могут прилетать в Индию без всяких карантинов Загрузили при заполнении декларации Эйр-су-видха Отрицательный ПЦР-тест Желательно сертификат о вакцинации Если вы обращаетесь к нам, мы все это вам сделаем Все заполним, оформим визу Если делать самостоятельно, не забудьте Без этого Эйр-су-видха вас могут не посадить на рейс самолета По прилету в Индию вы также сдаете еще один ПЦР-тест ПЦР-тест платный, стоит 500 рупий Это на наши деньги около 500 рублей Прямо очень быстро Процедура проходит в аэропорту Некоторые туристы, вот наши клиенты, кто оформил Говорят, что у них вообще этот ПЦР-тест не спрашивали Как бы он обязательный, но части людей повезло Их не спрашивают Эйр-су-видха есть ПЦР-тест есть Сертификат о вакцинации есть И спокойно едут отдыхать в отель Все Те россияне, которые привитые Могут спокойно ехать отдыхать Важный момент Вот смотрите, правила въезда очень часто меняются Вот посмотрели мое видео Вот по ссылочке под ним посмотрите еще раз Изменились ли правила въезда или нет Так как я только Даже в обычное время я записывал Штук 7 видео по индийской визе Правилам въезда Они очень часто менялись Так же и сейчас Вот вы смотрите это видео Может уже разрешили Въезжать по электронным туристическим визам На 1 год и 5 лет Еще раз напоминаю Почему желательно проверить информацию По ссылочке на нашем сайте Так как, к сожалению, YouTube не дает мне возможность Вот, например, какие-то нюансы изменились Часть видео вырезать, часть записать Вот оно как есть, так на YouTube, так и есть До встречи в Гуа В Гуа отличная погода Зимой, кто не был Я всегда там зимую Почему? Потому что там всегда солнце Вот зимой, начиная с середины ноября Да, середина апреля Дождей не бывает вообще никогда Но если и бывает, то чуть-чуть покапает Всегда солнце Отличная погода То есть около 30 градусов Жары еще нету Такой вот изнуряющий, который в апреле, в мае Там, в сентябре Или летом, когда идут дожди Холода тоже нету Море всегда теплое Купаться можно Так что оформляйте визу в Индию И летите встречать Новый год Или просто отдыхать в Гуа Кстати, можно в Керлу съездить Точно тоже отличное место Посмотрите на нашем сайте Много видео из Гуа, из Керлы Так как мы с вами очень часто находимся в Индию И если нужна виза Электронная, туристическая, бизнес-виза Заполнение декларации о здоровье Эр-Сувитха То обращайтесь к нашим специалистам Ну все, пока-пока С вами был Борис Соколов Сайт виза-сам.ру И подпишитесь на наш канал Здесь мы будем давать Самые последние новости Об открытии границ России С другими странами В том числе, если что-то изменится О правилах въезда в Индию Мы обязательно сообщим И запишем такое же небольшое видео Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok